Вот смотрите, вот повторяйте прямо за мной, вот ее прямо, да, и на меня довернуешь. Да, да, отлично. Сегодня специалист судебных приставов Наталья Крахалева не дает указания подчиненным, а сама выполняет инструкции фотографа. В службе судебных приставов женщина работает 27 лет. За работу была номинирована на премию «Щиты Роза». А фотосессия стала подарком от организаторов премии. Когда я вернулась из отпуска, то есть это была суббота, в воскресенье мне позвонили и сказали, чтобы я приехала в управление, что я номинирована на «Щиты Роза», на какое-то звание. Я была очень удивлена, потому что я об этом просто даже не знала. Премию вручат женщинам, которые работают в силовых структурах области, например, полиции, МЧС или службе исполнения наказаний. На фотосессии им предложили отказаться от привычного кителя и попробовать себя в новом амплуа. Твою небес того яркую внешность, я думаю, красит еще красная юбка. И вот этот вот черный жакет. Я думаю, это все почти подведено, еще более ярче, две красные юбка. Кандидатов на премию «Щиты Розы» выдвигали руководители ведомств. Всего подали 80 заявок. Из них выберут 24 лауреата. Сотрудницы выбирались оргкомитетом вслепую. То есть не было фотографий, были только анкеты с данными и со сведениями о заслугах номинантов. Премия «Щиты Розы» пройдет в Челябинске впервые. Это региональная версия вручения наград работникам правоохранительных органов, которые ежегодно проходят в Кремле. Кстати, в столице женщин награждают уже 8 лет. Вручение премии состоится 2 марта. Ее посетит около 1000 челябинцев. Все лауреаты получат хрустальную статуэтку, которую создали специально для этой премии. А для зрителей выступит группа «Ариэль». Артур Ишпулатов, Леонид Новожилов, ОТВ.